Грамматика английского языка, 5 класс, упражнение 12. Нам здесь нужно проставить артикли неопределенный «э», определенный «з», или же артикль вообще не ставить. Под кроватью пылесос, то есть там, где конструкция «there is the wrap», лучше переводить с конца, и «there is» тогда вообще не переводим. В общем, смотрите, там, где ставится «there is», дальше идет как бы просто перечисление предметов. После «there is» ставьте просто всегда неопределенный артикль «э», ну это если у нас единственное число. В данном случае у нас единственный пылесос, поэтому тут смело ставим «э». Что касается концовки под кроватью, или там на столе, или под шкафом, мы-то в курсе об этих предметах, то есть мы указываем и на под этим шкафом, под этой кроватью. Там все предполагается с артиклем ставить «з», вот здесь определенный. То есть там идет предлог «под», «на», «около», дальше ставьте «з». Снова с конца переводим в кухне, холодильник. Холодильник с неопределенным, он в единственном числе, про кухню мы точно знаем, про какую, ставим «in the kitchen». У двери три, ну скажем, серванта, буфета. «At the door», мы в курсе, возле какой двери. А вот три вот этих серванта мы ставим без артикля, потому что у нас множественное число. То есть, конечно, артикль «э» ставить нельзя, а вот с конструкцией «зера» артикль «з» дальше просто не ставится. «В ванной вода». «In the bath», а вот с водой ничего не ставим, потому что неисчисляемое слово перед нами. «В гостиной» – зеркало «in the living room», зеркало единственного числа, ставим неопределенный «э». «В углу коробки». «In the corner» – коробки множественного числа, артикль ставить не нужно. «В спальне» – диван и стулья. «In the bedroom» – мы в курсе про спальню, а вот здесь пошли ставить «э» софа, единственного числа, ставим «э». А вот со стульями ничего не ставим, они во множественном. «Есть ли кухня в загородном доме семьи Браунов?» У нас получается как бы то же самое, просто в виде вопроса. Семейство Браунов у нас с «the browns» всегда ставится, поэтому также оно здесь сохраняется, несмотря на то, что здесь вот эта притяжательная форма идет, а вот кухня все так же будет с неопределенным артиклем. «Есть ли газ и электричество в загородном доме мистера Брауна?» В данном случае давайте с конца сразу разберем. Если здесь было семейство, оно у нас всегда запишется, то мистер Браун у нас пишется без ничего. То есть господин Браун или миссис госпожа Уайт и так далее, это все ставим без артикля. Насчет газа и электричества, они у нас просто неисчисляемые, поэтому здесь оставили без артикля. «Есть ли снег в лесу?» «In the forest» здесь по аналогии с этими концовками, а вот снег у нас неисчисляемый, опять же оставляем без артикля.